Бодиши Зейтунг, Германия Как Россия выиграла в газовую монополию? Ульрих Крёкель Бодиши Зейтунг, Германия 9 декабря 2019 года Владимир Путин обладает талантом с помощью нескольких слов снижать напряженность острых вопросов Разумеется, в пользу России Что и произошло несколько дней назад в Сочи, где шеф Кремля принимал немецких топ-менеджеров Говоря о политическом аспекте будущих поставок газа из России в Западную Европу через Украину Путин заявил, вопрос не в территории, вопрос в экономической целесообразности Иными словами, зачем России продолжать поставлять газ через Украину и платить пошлины? Ведь у Кремля с 2011 года есть северный поток, который берет свое начало недалеко от Санкт-Петербурга и выходит на берег в Грайфсвальде В 2018 году через этот двухниточный газопровод провели почти 60 миллиардов кубометров газа В том же году общий расход газа в Германии составил 88 миллиардов кубометров В середине 2020 года добавятся еще две нити газопровода Северный поток-2, которые напрямую соединят Россию с Германией И вскоре с востока на запад потечет более 110 миллиардов кубометров газа Его хватит более чем половине Западной Европы Голландцы, австрийцы и французы являются акционерами компании Nordstromac, штаб-квартира которой находится в Швейцарии Этот расклад указывает прежде всего на то, что Украина больше не сможет играть в европейской энергетической монополии и самостоятельную роль Прошли времена холодных газовых войн, когда украинское правительство могло перекрыть газ или отобрать топливо из транзитного газопровода, соединяющего Восток и Запад Так произошло в 2005-2006 годах, когда Путин после прозападной оранжевой революции захотел наказать Украину, повысив цены на топливо, и встретил практически партизанское сопротивление На российский диктацион Украина отреагировала открытым нарушением договора, это отразилось и на ЕС Прекратилось газоснабжение некоторых восточноевропейских стран Однако благодаря северному потоку общее геостратегическое положение кардинально изменилось Перекрывать и отбирать газ стало бессмысленно Поэтому в понедельник в Париже, когда Путин встретится со своим киевским коллегой Владимиром Зеленским, он сможет диктовать украинцу условия нового транзитного договора Нынешнее соглашение истекает к концу этого года, и, если ЕС не будет настаивать на продлении договоренностей, российский президент, вероятно, подведет черту и объявит о завершении транзита Вот и весь вопрос целесообразности, который Путин затронул в Сочи Действительно, продолжение транзита через Украину имеет смысл лишь в том случае, если принимать во внимание напряженные отношения Востока и Запада в целом Ведь газовый конфликт вполне безобиден по сравнению с серьезными вопросами аннеоксии Крыма и войны на Донбассе Таким образом, Путин, скорее всего, в конце концов пообещает своему беспомощному коллеге Владимиру Зеленскому еще некоторое время проводить газ через Украину и платить за него транзитные пошлины, зная, что он давно победил в этой игре Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...